В Пензе состоялся кадетский крестный ход. Юные защитники Отечества помолились Пресвятой Богородице о том, чтобы она всегда сохраняла их под своим покровом. Это многолетняя традиция, которую в нынешнем году поддержали около 400 кадетов. У немецкой овчарки Эмиры обычный рабочий день. Сегодня ее миссия – обойти маршрут крестного хода. Безопасность пути гарантирует ее тонкий нюх, который настроен на поиск взрывчатки. После проверки по команде правоохранителей из школы выходит кадетское шествие. Бодрым шагом колонна учащихся двинулась к одной из старейших церквей Пензе. Дорога для православных была не только безопасной, но и свободной. Поскольку будущие казаки шли стремительно, машины смогли проехать буквально через 20 минут. Два километра пути кадеты шли преисполненные гордостью и верой. И любой мог без труда рассказать о истории праздника. Его история начинается с 11 века. В Курсусинополе, где хранилась виза, головной покров и часть пояса Бога Матери. Когда проходила литургия в храме, святой Андрей увидел, как идет по воздуху святая Дева. Она молилась за христиан, которые были в храме. После моления она распростерла пояс, покров, головной покров над людьми в храме. Митрофаньевская церковь встретила пришедших колокольным звоном. Среди 400 ребят были и совсем юные учащиеся, которым еще только предстоит стать кадетами. Были здесь ребятишки из четвертого класса. Мы их приучаем, то есть соблюдаем преемственность. Они готовятся в следующем году стать кадетами, чтобы они знали в будущем наши традиции на средней ступени, на старших ступенях обучения. Вот мы их уже к этому празднику, так скажем, приглашаем вместе с родителями, вместе с учителями. То есть все участники образовательных отношений принимают участие в этом шествии. Традиция ходить в крестный ход сложилась за больше чем 20 лет существования школы. И, как говорят казаки, прерывать ее не планируют.